Сегодня в Коми порядка 76 тысяч федеральных льготников. И только 25 тысяч из них предпочитают льготы получать в натуральной форме. Остальные выбор сделали в пользу денег. Хотя медики не устают повторять, это большой риск прежде всего для здоровья самого гражданина. Особенно для людей с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, пронхиальной астмой и многими другими. Им, как правило, выписывают весьма дорогие препараты. Цена на некоторые достигает до 800 тысяч рублей. Льготники, которые выбирали соцпакет, медикаменты получают бесплатно, независимо от их стоимости. Кроме того, с нового года перечень лекарств расширится. Практически 10 лет не менялся перечень лекарственных препаратов. И сейчас он значительно расширился с 57 позиций до 215. И с 1 января 2021 года вообще планируется увеличить перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, который будет, во-первых, оперативно меняться. То есть если раньше проводилась комиссия раз в квартал, то сейчас это будет занимать не более месяца-полутора. То есть вот такие препараты, как для лечения, допустим, инфекционных заболеваний для того, чтобы внести их в перечень в случае какой-то экстренной ситуации. По словам врачей, бывает, что болезнь человека на какое-то время отпускает. И он считает, что препарат ему уже не нужен, выбирает денежную компенсацию. Между тем, лекарственная часть соцпакета составляет чуть более 800 рублей. Но недуг возвращается. А сделать выбор можно только раз в год, до 1 октября. И больному приходится выкладывать на лечение десятки тысяч из собственного кармана. Поэтому медики призывают, выбирая между денежной компенсацией и натуральной льготой, еще развесить все за и против. Тем более, что есть возможность получать новые препараты. В основном, конечно, это заболевания онкологические, сердечно-сосудистые. Препараты вошли достаточно дорогие. Но я хотела бы озвучить порядок от 210 тысяч до 830 за упаковку. Если препараты есть на рынке, то сама процедура закупки составляет до 45 дней. Если, конечно, какого-то препарата в республике нет в настоящий момент, мы продолжаем искать. Немного сроги сдвигаются. Но все-таки стараемся очень быстро обеспечить республику лекарственными препаратами. Статистика в Коми показывает, что на протяжении уже трех лет процент льготников, получающих соцпакет в натуральном форме, не меняется. Впрочем, все еще может измениться в сторону роста. Кто еще не пределился с выбором, время есть до 1 октября.